Сахар есть. Уже в эти выходные 60 тонн сахарного песка доставят в регион. Далее товар направят в торговые сети и местным производителям. Тему продолжит Наталья Дуркина. Рафинат, тростниковый сахар, а также сахарный песок. Многообразие выбора представляют торговые сети нашего региона. По словам заведующей магазина «Кристалл» и «Дышбанниковой», сахар в торговой точке не заканчивался. Как получается, сахар у нас все время в наличии есть. Сколько магазин работает, столько сахара есть. Я имею в виду сахар, рафинат. Сахарный песок бывает заканчивается, ну разбирает его. Но мы же не можем тут прямо целыми днями фасовать этот сахарный песок. Ну тут был вот какой-то всплеск, сейчас уже такого особого всплеска нету. Вот он, пожалуйста, нафасован, лежит в корзиночке. Откуда пошел необоснованный ажиотаж на сахарный песок? Сахар – это биржевой товар. И на какой-то момент времени биржа приостановила свою работу. Поползли слухи, якобы сахарный песок исчез с оптовых баз. Начался ажиотаж среди населения. И не только в нашем регионе. В ряде субъектов России усугубили положение дел вокруг сахара спекулянты, которые закупали его впрок с целью последующей перепродажи. В Ненецком округе же население начало скупать все дешевые позиции сахара. Понимая, что более дешевые позиции начинают из наших торговых сетей выбывать, мы озаботились этой проблемой и нашли Ульяновский сахарный завод, который, в принципе, обеспечивает Северо-Запад и Республику Коми, Ненецкий округ сахара. Это такой крупный производитель, и он через торговые организации осуществляет поставки. Отгрузку на Усинск, на Ухту, то есть как там придется. Мы вышли на связь с этим заводом. Юрий Васильевич, губернатор округа, набрал губернатору Ульяновской области. После их беседы нам была согласована и выделена квота с этого завода. Акционерное общество мясопродукты законтрактовало услуги по перевозке сахарного песка с местным предпринимателем. 20 марта фура отправилась в Ульяновскую область. В ближайшее время будет осуществляться погрузка, и к выходным 64 тонны сахарного песка прибудут в округ. Мы этот сахар распределим по нашим торговым сетям. Часть продадим в хлебозавод для того, чтобы не допустить увеличения роста цен на выпечку, но и во все торговые сети. Также развезем по поселкам, там, где у нас будут запросы стороны предпринимателей, которые торгуют на селе. В целом с сахаром мы проблем решим. Это нам закроет потребность на несколько месяцев вперед. Надеемся, эти запасы, которые у жителей будут сформированы, позволят им забыть о потребности сахаря на гораздо более долгий период. Похожий сценарий разворачивается и с солью. Покупатели буквально сметают магазинные полки, затариваясь впрок. Хочу всех заверить, что соль производится в стране в достаточном объеме. Есть много производителей. Мы ее не импортируем практически, за исключением каких-то премиальных видов. Поэтому ажиотажный спрос может привести к такой же ситуации, которая сложилась с сахаром. То есть не рекомендуется сейчас бросаться. Это просто вынудит торговые сети увеличивать цену, оптовикам увеличивать цену, усложнить логистику и в целом дестабилизировать рыночную ситуацию. Поэтому вполне возможно, мы так же, как и по сахару, будем рекомендовать торговым сетям ввести нормированную выдачу товара. Что касается цен на товары из продуктовой корзины, то за ними осуществляется серьезный контроль. Безусловно, рост цен наблюдается. Мы понимаем, что ситуация нетипичная. И особенно это касается тех позиций, которые мы завозим из-за рубежа. Крупные международные компании также свои ценники повышают. Это объективно. Мы понимаем, что это курсовая разница, во-первых. Во-вторых, режим санкций. Таким образом, на нас пытаются повлиять. Но в этой ситуации, я думаю, в ближайшее время ситуация нормализуется, когда отечественный рынок переориентируется на внутренних производителей, когда логистические цепочки все выстроятся. Цена стабилизируется, нормализируется, когда мы идем от ажиотажного спроса. Напомню, по словам руководителя Департамента природных ресурсов Альберта Чебдарова, запасов товаров первой необходимости в торговых сетях в регионе в среднем хватает на срок до 120 дней. Наталья Едуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...